В Самаре прошло выездное заседание оперативного штаба по подготовке города к отопительному сезону. Комиссия осмотрела несколько объектов, на которых сейчас выполняют перекладку теплотрасс, в том числе участок на пересечении улицы Промышленности и Измайловского переулка. В областной столице ночью произошло смертельное ДТП. 20-летний водитель, управляя автомобилем «Лада Приора», двигался по московскому шоссе со стороны Алматинской в направлении Ташкентской. Машина наехала на бордюрный камень и опрокинулась. Погибла 21-летняя пассажирка. На станкозаводе 17 и 18 августа пройдет второй хакатон на фестиваль креативных индустрий «Креатив на Волге». Участников ждет насыщенная программа, в центре которой лектория с ведущими экспертами в области коммуникаций, событийного менеджмента, городского развития и бизнеса. Самарские крылья Советов уступили в домашнем поединке столичному «Спартаку». Матч второго тура группового этапа Кубка России по футболу завершился со счетом 3-0. Впереди гостевой матч с «Динамо». Игра пройдет 17 августа. По итогам июля паблик «Самары ГИС ВКонтакте» вновь вошел в тройку лидеров по вовлеченности подписчиков в престижном федеральном рейтинге от «Нью Медиа». Рейтинг основан на анализе 68 сообществ, телеканалов, городов-миллионников с аудиторией свыше 5000 подписчиков. Вовлеченность – это показатель, который отражает активность аудитории в сообществе социальной сети, учитывается количество лайков, комментариев и переходов по ссылкам. В Рио губернатора Вячеслав Федоричев поручил оснастить медучреждения всех крупных населенных пунктов современным оборудованием и магнитно-резонансными томографами. А в программе развития Самарской области глава региона предложил сделать упор на сохранение исторических и культурных ценностей. В Самарской области накануне сошли с рельсов пять вагонов грузового поезда. Инцидент произошел на станции «Жигулевское море». Три вагона с азотным удобрением опрокинулись на бок. Специалисты устанавливают обстоятельства происшествия. Пострадавших нет. Режим чрезвычайной ситуации федерального характера объявили в Белгородской области, сообщили в МЧС России. ВОЗ объявила ОСПу обезьян чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения международного масштаба. Организация приняла такое решение после вспышки заболеваемости в Демократической республике Конго и распространения болезни на соседние страны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова